Кадетский класс был создан в школе села Большичаусова в 2008 году. Сейчас в нем воспитывается 31 ученик. У кадет много достижений как в командном, так и в личном зачете. Ребята заняли второе место в районной игре «Победа», посвященной 70-летию Великой Победы. Третье место на туристическом слете в прохождении траверса заняла Екатерина Костенко. А в 2014 году новый рубеж – второе место по строевой подготовке на областном слете кадета в селе Крутогорское Шумихинского района. В церемонии вступления в кадеты командовал подполковник запаса Дмитрий Лисовец. Новички произнесли клятву, получили погону, удостоверение кадетов и отдали почести знамени. Заместитель председателя комитета областной думы по социальной политике Юрий Ирушин поздравил с торжественным событием и отметил, что все присутствующие в зале испытывают сейчас чувство гордости за наше подрастающее поколение. Люди все-таки вступают в это движение, особенно подрастающее поколение. И я думаю, что оно действительно придаст те знания, умения, навыки, которые им пригодятся в дальнейшем. Может быть большинство из этих ребятишек, которые сегодня одели форму, которые получили удостоверение, изберут профессию военного и будут защищать нас, простых мирных граждан. Поэтому я думаю, что это нормально, это надо поддерживать. Также Юрий Ирушин рассказал, что общественная молодежная палата при Курганской областной думе разработала законопроект о патриотическом воспитании, в котором предусматривается активное развитие кадетских и мариинских классов за Уралией. Сейчас этот документ проходит согласование в различных структурах, а затем поступит на рассмотрение областных депутатов. Правительство области также уделяет большое внимание развитию кадетского движения в регионе. На постоянной основе при нем работает Совет по патриотическому воспитанию. В Китовском районе растет число кадетских классов. Кроме Большечаусовской школы, они и есть в Китовской и Веденской средних школах. Это очень важное направление, да, патриотизм, любовь к родине, и в целом оно должно затрагивать не только наше подрастающее поколение, но и в целом взрослых. Я думаю, что мы завершим это до конца, и у нас с патриотизмом будет все хорошо. В честь праздника Юрий Ирушин вручил ученикам модель автомата Калашникова. Он считает, что невозможно на пальцах научиться разбирать и собирать автомат, освоить это оружие. Юрий Владимирович пожелал ребятам теперь занимать призовые места по сборке и разборке автомата. Еще одну приятную миссию выполнил Юрий Ирушин. В торжественной обстановке он вручил благодарственное письмо Курганской областной думы учителю Большечуцевской основной школы Олесе Байкаловой за активное участие не только в школьных делах, но и всего сельсовета. Александр Мироненко, Светлана Епифанова, Александр Менщиков, Кирилл Филимонов. Информационное агентство Курган.ру